Мэр Сочи пришел лично познакомиться с педагогами и узнать о тех проблемах, которые их волнуют. Он представил собравшимся своего заместителя, которая будет курировать работу социального блока Полину Дыняк. Глава курорта отметил, что первоочередная задача на сегодня – решить проблему перенасыщения школьных классов и детсадовских групп. Численность учеников в классах достигает 46 человек. Каждая четвертая из обращений сочинцев, поступивших с начала этого года в край, касается именно этого вопроса. И самый главный злободебный вопрос, который стоит во главу угла, это, конечно же, строительство школ и дошкольных учреждений наших детских садов. Потому что на сегодняшний день имеем вот такую проблему, что нет у нас возможности строить. И вот как раз одна из главных задач – это инвентаризация всех земель, которые есть на территории нашего города, чтобы понять, где мы можем, а где не можем. Потому что сегодня банальная ситуация – деньги в бюджете есть, а физически мы не можем воспользоваться ими, чтобы что-то создать, что-то организовать здесь. Поэтому мы сейчас оперативно все эти вопросы будем максимально решать. Озвучил глава города планы на ближайшее будущее. Уже в следующем году будет введен в эксплуатацию детсад на 360 мест и школа на 1100 мест в Амеретинской низменности. Планируется начать строительство новой школы на Мамайке, пристроек к школам на Виноградной в микрорайоне Мацеста и четырех пристроек к детским садам. Готовится проектная документация на строительство в 2021 году еще пяти школ и семи детских садов. Сами же педагоги обратились к Алексею Капайгородскому с просьбой учесть при формировании списка образовательных учреждений места и для дополнительного образования. Раньше кружки были на территории школ во внеурочное время. Однако сейчас из-за большого количества учеников многим школам приходится работать в две смены, соответственно, нет возможности предоставить кабинеты для дополнительных занятий. Алексей Капайгородский заверил, что эта проблема будет решена. Тот диалог, который состоялся, он говорит о том, что власть готова прислушиваться к потребностям нашим, власть готова идти на шаги, на достаточно серьезные шаги по выделению средств, по организационным мерам, по управленческим шагам, для того, чтобы и количество школ в городе росло, количество детских садов в городе росло. Но не только строительство, а важно то, что и содержание работы также интересует новое руководство. Педагоги не только озвучили мэру свои пожелания и инициативы, но и рассказали о подготовке к 75-летию Победы, наполнении библиотечного фонда, обеспечении безопасности в школах и мероприятиях к предстоящему Дню Учителя.